Внутривузовский этап чемпионата ССК России продолжается. На этой неделе стали известны первые представители Казанского федерального университета на республиканском уровне в дисциплине настольный теннис. Наталья Жирнова пристально следила за финальной частью и обо всем расскажет нам в следующем сюжете. Настольный теннис является одним из самых динамичных видов спорта. Поэтому весь турнир в рамках внутривузовского этапа чемпионата ССК России прошел всего за один день. Уже в конце игрового дня стали известны имена победителей, которые будут представлять спортивный клуб Казанского федерального на республиканском этапе. В турнире среди девушек за бронзовую медаль поборолись между собой Фаридами Нахметова и Римма Нуриева. На протяжении двух партий Фарида лидировала, и в целом игру нельзя было назвать напряженной. Розыгрыши мяча были достаточно быстрые, мяч часто оказывался в сетке либо за бределами игрового поля. К третьей партии, когда основной счет был уже 2-0, Римма Нуриева все же начала навязывать борьбу своей сопернице. Но выиграть партию так и не удалось, и бронзовым призером женского турнира стала Фаридами Нахметова. Более динамичная игра развернулась в финале, в которой смогли пройти Елизавета Перескокова и Юлия Буранбаева. Елизавета уже в прошлом году участвовала в суперфинале чемпионата и стала серебряным призером. Поэтому было интересно наблюдать, получится ли у Юлии Буранбаевой обыграть свою соперницу. Первые две партии Перескокова успешно вырывалась вперед, однако обе спортсменки оказались равны в технике игры. По очкам они шли в минимальном разрыве между собой. Это привело к тому, что в третьей партии Юлия быстро нагнала свою соперницу и с отрывом в три очка выиграла третью партию. В четвертом сете Елизавета вновь отрывается от соперницы на несколько очков вперед. Однако Юлия начинает более агрессивно атаковать свою соперницу, и четвертая партия оказывается вновь за Буранбаевой. Напряжение нарастало. Судьба золота решалась в пятой партии. Было заметно, как спортсменки волнуются при розыгрыше мяча, но в то же время обе были настроены на победу. Они наступали друг другу на пятки в счете и даже пару раз брали паузу. Счет 8-10. Буранбаева подает розыгрыш мяча и мощным ударом, на который не смогла ответить Елизавета Перескокова, Юлия забирает золото женского турнира. Лиза играла очень хорошо, очень достойный соперник. Мы с ней играли уже не раз и всегда были такие напряженные встречи. Мне с ней приятно играть. В мужском настольном теннисе борьба за третье место оказалась более напряженной. На площадке встретились Александр Наумов и Даниил Наяндин. Наумов является атакующим игроком, поэтому достаточно часто именно своими сильными ударами в центр стола он зарабатывал очки в первой партии. Наяндин же начал отыгрываться только когда счет уже был 6-0 не в его пользу. Несмотря на такое отставание, Даниил взял эту партию за счет резкого рывка с 4 очков до 12. Больше Александр Наумов не позволяет своему сопернику так близко подходить к победе. И следующие две партии завершились со счетом 11-4 и 11-5 в пользу Наумова. В решающей партии, продолжая обыгрывать противника с помощью мощных и резких ударов, Наумов выигрывает со счетом 11-6 и становится обладателем бронзовой награды. А вот финал среди юношей так и не состоялся. Еще до старта игр стал известен победитель турнира Артур Гениатулин. Его противник Руслан Зарипов снялся с турнира в день игр и получил техническое поражение. Однако, пусть Артуру и не удалось доказать свое лидерство в честном бою, зато спортсмен получил новый опыт. Он присоединился к команде Универ ТВ и прокомментировал игры своих коллег в прямом эфире. В принципе, новый опыт, здорово, необычно, но подбирать слова иногда было тяжело, тем более, когда розыгрыши проходили очень быстро. Но в целом, думаю, все прошло нормально. Наталья Жирнова, Неделя спорта.